Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об одобрениях и подкормках винограда. Рассмотрим, чем кормить, как кормить, когда кормить и, конечно же, зачем. И вот с зачем мы и начнем наш сегодняшний разговор. У кого-то может сложиться впечатление, что виноград кормить вообще не нужно, особенно кто ездил в южные страны, там чего-то посмотрел. Но мы не южные страны, это раз часто у нас бедные почвы. И, в принципе, невозможно все время брать и ничего не отдавать. Мы ведь с вами хотим иметь крупную, красивую, сладкую ягоду еще и много, правильно? Соответственно, для того, чтобы винограду нарастить, вот эту крупную, красивую ягоду еще и много, ну, энергию, питание откуда-то надо брать. То есть, первые годы он может это делать, но потом, со временем мы урожай забираем, ничего винограду не отдаем. Соответственно, расти будет, водоносить будет, но уже ягода будет не такой крупной, не такой красивой, не такой хорошей. Поэтому кормить нужно. Конечно, вот этот срок, да, когда мы перейдем к тому, что кормить нужно, у всех он может быть разным. И зависит от условий произрастания, конечно же, от климата и, конечно же, от почвы. Есть места, регионы, где почвы очень плодородные, где питания очень много. И там вот именно такие подкормки винограда, они сводятся к минимуму. Ну, мы с вами говорим о винограде в средней полосе, в частности, о виноградарстве в Беларуси. У нас мы не можем похвастаться суперплодородными почвами. На одном из моих участков вообще плодородного слоя крайне мало, а дальше идет совсем песок, такая даже песчаная гравийная смесь. И там, если я не буду кормить свой виноград, у меня не вырастет вообще ничего. Первые годы мы даже, как и у многих начинающих, садили вот просто в ямку. Что-то там просто чуть-чуть росло, но росло очень слабо. Только после того, как мы стали делать хорошие ямы, стали хорошо подкармливать, мы действительно увидели результат. Поэтому, конечно, мы все адаптируем под свои условия. Вот и чем беднее у нас почва, тем больше надо ее кормить. Ну, а теперь поговорим про сами удобрения. Чем кормить? Все удобрения делятся на органические. Это навоз, трава, различные мульчи, все органическое, минеральные и органоминеральные. Органоминеральные часто продаются такие комплексы в магазине. Ну, и в принципе, сам тип питания, он тоже может быть органоминеральным. Когда мы в основном кормим вот этими навозами, перегноми и прочим, но при этом по необходимости добавляем минеральные удобрения. Способ внесения удобрений тоже может быть различным. Мы можем его вносить в сухом виде с заделкой в почву. Можем вносить в виде растворов. Ну, кто-то вообще может организовать себе капельный полив, где тоже будет поступать не просто вода, а раствор питательных веществ. Ну, те, кто дойдет, скажем так, до такого уровня, там, конечно, надо все правильно рассчитывать. Сколько растению поступает питание, с какой скоростью, ну и так далее, и так далее. Это уже сложности. И мы с вами разбираем, как бы, самые простые варианты. Вообще, мы приверженцы органических подкормок. Где-то в ролике я могу еще это повторять, потому что так получается, что все снимается немножко в разное время, поэтому уж простите за повторение. Почему мы выбираем именно такую схему? Во-первых, это достаточно бюджетно, потому что много органических веществ, которые могут служить нам подкормкой, находятся вот, буквально у меня за спиной, и бесплатно. Все, что нам надо вложить, это наш труд для того, чтобы эту подкормку взять. Органические подкормки, они позволяют сохранять структуру почвы, они позволяют сохранять плодородность почвы, и более того, они позволяют и улучшать эту самую почву. Особенно, если у нас какие-то тяжелые глины, ну, такие вот крайности, да. Те же пески с песками, конечно, чуть сложнее, а вот с глинами органические подкормки позволяют перевести все это в такое очень благоприятное состояние для растений, когда растения начинают себя замечательно чувствовать на таких почвах. Ну, и кроме того, мы, в принципе, не гонимся за какими-то нереальными урожаями, нам не надо там супер-пупер огромной грозди, огромное количество килограмм с куста, мы растим ягоду для себя. Поэтому тех урожаев, которые мы получаем, нам хватает более чем, я думаю, что в скором времени будут излишки. Ну, повторюсь, то есть мы не гонимся за какой-то коммерческой составляющей, поэтому выбираем именно вот такой путь. Ну, и теперь полностью рассматриваем на примере нашего участка, как и что мы делаем, как мы подкормим наши кустики. Итак, один из вариантов подержания почвы в плодородном состоянии и в том числе вариант подкормки – это мульчирование. У нас оно есть не по всему участку. Для удобства мы сделали вот такие вот грядочки, куда закладывается скошенная трава. Какие плюсы? Закладываем, вот видно, только травку покосили, все свеженько туда положили. Ну, вот это с предыдущего укоса. Какие здесь плюсы? Мы экономим очень сильно свое время. Вот, газончик покосили, рядышком все сложили. Нет никакой компостной ямы, нет никакой компостной кучи, не надо это все перемещать туда-сюда. Все быстро и удобно на месте, оно разлагается. Сейчас начало лета, вот пришло тепло, много влаги, поэтому травы много. К осени травы становится, конечно, гораздо меньше. И вот это вот, ну, сейчас, да, с горочкой насыпано, все это начинает оседать, а, в принципе, к весне, как правило, от мульчи уже ничего не остается, максимум тоненький слой травки сверху. Все остальное, червячки, там, какие-то почвенные организмы, микроорганизмы, все перерабатывают. И вот я мульчу отодвинула, и там видно, что вот такая вот рыхленькая, хорошенькая почва. У меня на этом участке вообще жуткие пески. И почва очень плохая. Ну, вот там, получается, смотрите, мне рукой даже легко копать. У меня мелкие червячки. То есть все это замечательнейшим образом работает. Я уже молчу о том, что это сохраняет влагу. И проще, и проще. То есть плюсов здесь очень много. Кроме того, что мы складываем вот так вот под кусты мульчу, а под эту мульчу перемещаются все пищевые отходы. То есть какие-то банановые шкурки, какие-то очистки тоже. Мы все это складываем туда. И оно на месте кормит кустики. Грубо говоря, мы кормим почву, а почва кормит наш виноград. Просто, легко, скажем так, способ для ленивых. Можно делать вот эти грядочки шире. Мы делали так, как нам позволял материал, так, как нам позволяло место. Можно делать шире, мульчировать большую площадь. Еще пару слов о мульче. Часто говорят, что по весне ее надо отгребать, потому что там земля плохо прогревается и так далее. Я уже пару раз показывала эти эксперименты. Да, ранней весной действительно разница температур есть. Но, в принципе, когда у нас более-менее приходит тепло, начинается вегетация винограда, уходит опасность поздневесенних заморозков, то температура что под мульчей, что в задернении, что в грядке получается примерно одинаковая. Ранний старт в наших условиях, но на самом деле не нужен. Может быть, еще в следующем сезоне подробнее поговорим на эту тему. Здесь кратенько говорю, что никак это не влияет. Будет ли хватать такой подкормки? Во-первых, это очень сильно зависит от почв. Если почва хорошая плодородная, то, в принципе, мы поддерживаем это плодородие и должно плюс-минус хватать. Если почва бедная, как у нас, то этого может быть маловато. Ну, плюс все же зависит от наших аппетитов. Мы ведь хотим получать не просто урожай, мы хотим получать много урожая, много ягод, которые мы с участка уносим. Основной принцип гласит то, что мы из земли забрали, в землю надо вернуться. Ну, соответственно, можно и нужно, во всяком случае, в нашем случае, еще докармливать. Вы, например, если, ну, как-то пойдете по такому пути, просто наблюдайте за растениями, смотрите, как они растут, как они развиваются, дальше решайте. Надо подкармливать, либо не надо. Мы подкармливаем. Каким образом? Смотрите, здесь у нас скупаны трубы, там мешки с камнями, и через эти трубы мы заливаем раствор удобрением в жидком виде. Вот там дальше тоже видны трубы. Мы наставим навоз, тоже сейчас про это чуть-чуть поговорим, и заливаем туда. Через эти же трубы осуществляется полив. Через эти же трубы вносится раствор минеральных удобрений. Если такая необходимость нужна, я как-то рассказывала, что калий мы все-таки добавляем. Чуть позже поговорим про это. Ну, достаточно удобно. Единственный минус, что на больших площадях, когда виноградных кустов становится много, то, конечно, такой способ подкормки, он уже не настолько эффективен в плане трудозатрат. Ну, еще надо понимать, что для того, чтобы вот эти вещи служили долго, нам туда надо лить хорошо подготовленный раствор. То есть, если это какие-то настои травяные, если это настой навозом, он должен быть хорошо процежен. То есть, определенно такое небольшое неудобство, но оно присутствует. Еще один ленивый вариант. Это, можно сказать, тоже мульчирование, только навозом. Единственное, что под сам куст мы не подкладываем у головы куста, а вот между кустиками раскладываем. Идет дождик, все это поливается, проливается, опять же, почва начинает работать. Идет подкормка. Тоже хорошо, удобно и эффективно. Единственное, значит, можно закладывать в таком варианте и свежий навоз, но по поздней осени. Как раз к весне он начинает хорошо работать. Все процессы идут правильно, и кустики получают хорошее питание. По весне лучше закладывать уже несколько перепревшие. Ну, если стоит сухая погода, то, конечно, его надо проливать водой, чтобы питательные вещества уходили в землю, а не сосредотачивались на поверхности. Если погода стоит дождливая, значит, все работает так, как нужно работать. Какие могут быть минусы такого способа? Сначала о плюсах. Что это удобно, это легко, это быстро. Минусы некоторое время, может быть, немножко неприятный запах возле кустов, и могут пробиваться сорняки. Вариант сверху можно замульчировать плотным слоем травы, и тогда точно ничего не будет. А зато эффективность будет очень хорошая. В прошлом сезоне мы так навоз закладывали по осени, по поздней, вот на этой шпалере. Ну, и результат, конечно, был виден. Возы прямо издалека сильно отличались цветом, вернее, зеленые побеги от всех остальных. Кроме того, существует мнение, что если зимующая лоза, вот она на земельке с сопрофитными микроорганизмами, которые как раз и живут в навозах, перегнув их, то в таком случае, ну, аидиумы убиваются. Сказать точно, это ли повлияло или нет, сложно, но аидиумы на этих кустах в прошлом году не было совсем. Поэтому вполне вероятно, что этот способ работает. Единственное, я вам уже сказала про сорняки, то есть желательно сверху тогда, например, мульчировать еще травкой, чтобы сорняк не пробивался, и тогда все это будет очень эффективно. Ну, это такие, скажем, были частные случаи. Ну, пока невозможно так попробовать на всем участке по определенным причинам. И основное органическое удобрение мы вносим в жидком вете. Бочки на 200 литров, примерно на 2 недели там настаивается навоз. Ну, так примерно 4 ведра, может быть, чуть больше. Туда же мы добавляем залу примерно ведром. Тоже все это вместе настаивается. Потом этот настой процеживается. И примерно в пропорции 1 к 10 мы его заливаем вот в эти трубы. Под куст получается, ну, мы никогда точно не измеряем, ну, где-то будем считать, что 4 литра основного настоя, значит, примерно еще 40 литров воды. И такую подкормку мы проводим три раза за сезон. Первую, когда все начинает активно расти и становится тепло, то есть в начале вегетации. Точные сроки здесь сложно обозначить, ввиду того, что год на год не приходится. Вторую примерно перед цветением. Ну, и третью уже плюс-минус по горошку. Не позднее середины июля. Конечно, такие же растворы можно было бы вносить необязательно в ямы, а прямо под кустики. Ну, здесь есть яма, поэтому так удобнее. Если под кустики, то тоже надо хорошенько проливать водой, чтобы она все-таки достигла корней, а не кормила траву сверху. В этом плане, если вот лежит мульча, то, конечно, там гораздо проще, потому что хотя бы лишнюю траву, да, и лишних нахлебников, скажем так, мы кормить не будем. Еще забыла вам сказать об одном очень важном плюсе вот таких органических подкормок в виде любых органических останков, будто на острова солома, либо что-то еще. Когда они разлагаются, выделяется углекислый газ. А углекислый газ, на самом деле, одно из важнейших, один из важнейших элементов питания растений. Вы можете лить сколько угодно азота, калия, фосфора, кормить любым количеством микроэлементов, но если у вас голая земля, а еще стоит сухая погода, то растение будет испытывать недостаток углерода. А любое органическое вещество, как части клетки, как сахара, который у нас накапливается в ягоде, оно все состоит из углерода. И этот углерод, единственный его источник, это СО2, который вот отсюда образуется. То есть, конечно, если у нас, в принципе, все растет вот так, то так или иначе он там вырабатывается в травке. То есть, пущенные процессы идут. Но если бы здесь был один черный пар, и тем более у нас растений много, то в таком случае недостаток углерода может быть. То есть, вот таким, скажем, ленивым для себя способом, очень бюджетным для себя способом можно добиваться очень хороших результатов в росте растений. Даже сейчас еще покажу один маленький примерчик. Поскольку мы заливаем все в жидком виде, остается густая фракция от навоза, и она идет под розы. Вот здесь, напротив, у меня розы в этом году. Они, правда, не очень ухожены, но, посмотрите, еще там растет клематис. Просто белого блока. Я с ним ничего больше не делаю, никаких необработок, ни особых обрезок. Зайду с другой стороны, чтобы лучше было видно. То есть, ничего, он просто растет, как растет. Но он получает питание, там же, где его получают розы. И посмотрите, вот на сегодняшний день, какая здесь красота. Это еще второй не зацвел. Там бутоны синие. Когда зацветет и синий, здесь вообще будет нереальная красота. И еще дополню, розы у меня ничем не обрабатываются. Существует такое мнение, что розы надо садить рядом с виноградом. На розы раньше приходят болезни, тогда видно, когда обрабатывать. Честно скажу, тоже розы здесь сидят больше 10 лет. Ни разу я не видела на них мучнистые росы. Черная пятнистость, да, она присутствует, но мучнистые росы я не видела никогда. Но повторю, что густая фракция навоза достается вот этим растениям. Розам и клематису. Вносим ли мы минеральные удобрения? Да, вносим. И одно из основных минеральных удобрений, которые мы используем, точнее, но даже единственное, это калий. Я уже говорила как-то вам, что виноград огромнейший потребитель калия. Калий ему очень необходим. Ну и опять же повторю, что почвы у нас, к сожалению, достаточно бедные. Калий, винограду, необходимы вообще для многих вещей. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Но одно из таких важных свойств это вызревание лозы. Если калия мало, то у нас появляются вот эти самые проблемы. Калий помогает их устранить. и для нас, когда вегетационный период достаточно короткий, это не просто важно, а очень важно. Как мы его вносим? Вносить, в принципе, минеральное удобрение можно, я уже говорила, в сухом виде под перекопку, можно в виде жидкого раствора, еще можно по листу. Вот, кстати, многие минеральные удобрения, микроэлементы, понятно, но тот же калий часто вносят именно по листу где-нибудь в августе, когда мы видим, что у нас уже проблемы с вызреванием лоз. Вот в одном из прошлых роликов, когда я, по-моему, рассказывала про первую нашу подкормку, я говорила о том, что основная потребность в калии у винограда это период активного роста, ну и потом еще период с вызреванием ягоды. А мы начинаем вносить калий гораздо позже и, грубо говоря, догоняем уходящий поезд. Имеет место быть во многих случаях достаточно эффективно, но можно попробовать работать по-другому и давать калий вовремя. Можно его вообще вносить, ну, скажем так, с весны, да, когда почва влажная, такая нормальная, в сухом виде с заделкой в почву, но это где-то все равно май. Начало мая, когда земля еще влажная, в то же время какой-то старт начинается, да. можем вносить чуть позже в жидком виде. Вот мы вносили, это был где-то конец мая, мы вносили в жидком виде под корень. Ну, исходя из того, когда у растения основные потребности в этом самом калий, тогда и разумнее всего его вносить. то есть в начале сезона, в период активного роста, можно заделка в почву, повторюсь, можно вносить в жидком виде, ну, и потом еще было бы хорошо, хотя бы после цветения, добавить этого самого калия. Значит, сколько его необходимо и как добавлять. Вообще, можно почитать инструкции на упаковках. В основном мы видим, вносим калий в форме сульфата калия, есть еще калийное удобрение с хлором, но виноград очень чувствительный к хлору, поэтому не рекомендую самое простое сульфат калия. Единственное, я уже говорила, что он бывает разных производителей, он бывает хорошо растворим, бывает плохо растворим в зависимости от этого, но мы можем его по-разному использовать. В желтых упаковках от буйских удобрений растворяется отвратительно, но под корень с заделкой небольшой в почву в принципе его, конечно же, можно использовать. Теперь, сколько его необходимо? На упаковках часто пишут дозировки, кстати, и сроки внесения. Рекомендую иногда эту информацию читать, там может быть не указано виноград, но может быть указано ягодные кустарники. То есть, вносим по этим рекомендациям. Если мы используем какие-то органические удобрения, там калий тоже есть, то есть, не обязательно стремиться вот к этим 90 грамм, можно добавлять и меньше. Если мы сделаем там, две подкормки по 30, например, грамм, этого, ну, в принципе, может хватить. Наблюдаем за нашими лозами, смотрим, если у нас нормально созревает ягода, если у нас нормально вызревает лоза, тоже не надо бесконечно вот что-то бухать в землю. Потому что, ну, и в почве же что-то содержится, да. Конечно, и в минеральных удобрениях, ну, не всегда растение может усвоить все. Тем не менее, мы наблюдаем, то есть, я не сторонник внесения вот этих максимальных доз, но тоже мы понимаем, например, этот сезон у нас задержка вегетации, нам надо наше растение поддержать, поэтому раза два мы вот этот самый калий внесем. Значит, касательно других минеральных удобрений вообще использовать их или нет, мы не используем, но вы можете пользоваться, в принципе, любыми и проще всего использовать что-то комплексное. Сейчас вот эта вот индустрия удобрений вообще всего для сада, она очень сильно развита и продается целый комплекс и прямо написано. Удобрения для винограда с инструкциями, со всеми дозами, там все есть. Можно брать и пользоваться ими. Ну, это проще всего. Активно используются такие удобрения, кристаллоны, которые там тоже идут, желтые, зеленые, коричневые, в зависимости от сезона тоже их добавляют. Многие их используют в виде листовых подкормок, но на самом деле самые эффективные подкормки это подкормки под корень. Все-таки так растение усваивает лучше. Если мы используем листовые подкормки, грубо говоря, это уже такая экстренная мера, когда мы видим, что что-то с растением не так, пытаемся его быстренько реанимировать, тогда мы используем листовые. Ну, даже в плане трудозатрат. Посыпать порошочек, далее, развести его, вылезь под кустик и ходить с опораскивателем, две большие разницы. Впрочем, каждый из вас выбирает как бы то, что ему проще, то, что ему ближе по душе. Касательно различных микроэлементов, тоже очень многие подкармливают всякими там буром перед цветением, еще чем-то, много-много чем, тоже существует различный огромный спектр комплексов этих самых микроэлементов. если, мое мнение, если мы кормим органикой, в органике есть все. Если мы нормально ухаживаем за свиньми кустами, то фанатеть вот этими бесконечными подкормами тоже не надо. Используем ли мы микроэлементы? Да, используем, раз в несколько лет. Покупаем какой-то самый простой комплекс, насколько помню, последний, который я брала, это был Здравень. И вот, по-моему, в прошлом году я использовала опять же по инструкции, вот там, кстати, это была вне корневая подкормка, а до этого год или два я вообще микроэлементы не применяла. Ну, если все нормально растет, зачем бесконечно тратиться на это? Повторюсь, в органике есть много чего. Конечно, спектр минеральных удобрений, как я вам уже говорила, очень-очень широк. использовать можно много-много чего, есть там специальные комплексы, которые для капельных поливов и для чего угодно, в любых видах, в любых формах, но всегда ли стоит это применять. Опять же, если мы работаем промышленно, целенаправленно на ягоды, вот одно, если мы выращиваем для себя, я считаю, что может и не совсем целесообразно все это использовать, но еще немножечко потом коснемся как бы что лучше органическое либо минеральное питание и их особенности. Сроки внесения. Если мы вносим минеральное удобрение, опять же, ориентируемся на упаковке, там всегда все написано, что вносить, когда вносить, в каких дозировках, то есть если мы уже идем в магазин, покупаем какой-то готовый пакетик, всегда лучше опереться на то, что рекомендует производитель. Он же не просто так это все разрабатывает. Что касается нашей схемы подкормки, когда мы кормим органическими удобрениями, я вам, кстати, показывала, рассказывала, что есть совсем ленивые методы, когда мы что-то положили и забыли, можно вплоть до того, что тоже навоз раз в пару лет, только с заделка в почву, почва распахивается, туда вносится навоз, все это закапывается и на пару лет этого хватает. То есть могут быть даже такие ленивые варианты, но мы любим расти все в травке, запахивать эту травку мы не совсем хотим, поэтому вот пока мы кормим три раза за сезон органикой, вот этот наш настойный навоз, но единственное в этом сезоне я вам тоже показывала, что мы использовали траву ферментированную, кратенько свежескошенная трава, плотно-плотно набивается в черный пакет, чтобы не было доступа воздуха выкладываться на солнце, где-то четыре дня травка начинает так приятно пахнуть, мы ее разводим водичкой один к одному и потом этим раствором поливаем под костики, но это удобрение очень эффективное, но в нем много азота, поэтому такое удобрение мы можем применять только раз в сезон в начале вегетации, а потом не рекомендую, потому что можно перекормить слишком много азота, опять же схватим проблемы с вызреванием лозы, поэтому с этим надо быть поаккуратнее, а если мы наставим на воздух, вот опять же первый раз это начало вегетации, а потом как успеваем перед либо после цветения и вперед налива ягодой, самое важное, что в нашем регионе где-то не позднее 20-х чисел июля сделать последнюю вот такую подкормку, ну опять же почему, потому что все-таки в навозе есть и азотная составляющая, то есть нам надо растение накормить, но не перекормить, поэтому за этим надо следить внимательно, если мы видим, что после двух подкормок у нас уже такие мощные замечательные кусты и себя хорошо ведут а третьим можно даже отказаться мы смотрим по состоянию вместо навоза можно использовать еще различные бродилки тоже там трава, сорняки все-все-все-все вот это перебраживает тоже такие настои используют но мы ими не пользуемся пользуемся либо навозом либо вот в этом сезоне я вам рассказывала проферментированную траву в эту же подкормку можно добавлять минеральное удобрение тот же калий но в остальных элементах особой потребности нету по крайней мере мы ничего больше не добавляем либо вместо калия мы еще часто используем золу она у нас есть раз у нас она есть то почему бы ей не попользоваться тоже там много всего хорошего много всего полезного так что мы тоже это используем причем золу настаиваем вместе с навозом и еще пару слов об органоминеральных удобрениях существуют тоже такие комплексы они там с гуми кислотами все вместе тоже можно покупать пользоваться если вам это удобно теперь разговариваем о том какой тип питания лучше на самом деле лучше смотря для чего можно говорить о получении максимального результата можно говорить об удобстве использования можно говорить о дешевизне то есть с каждой точки зрения что-то может быть лучше но мы придерживаемся все-таки той точки зрения что органическое либо органоминеральное удобрение и питание все-таки лучше почему даже если мы берем вот тот эффект от кормежки растения которые мы получаем помните что я вам говорила это сохранение почвы это сохранение ее плодородия это сохранение ее структуры это иммунитет растений это множество множество составляющих если мы кормим исключительно минералкой то со временем почва теряет свою структуру со временем почва засаливается и те же растения они уже не могут так усваивать вот эти минеральные вещества то есть одна минералка ну это не очень хорошо кстати есть научная публикация на эту тему и существует целая проблема когда чисто при минеральном питании почвы превращаются можно сказать в пустыню поэтому исключительно работать минеральным удобрениями не очень хорошо если же их совмещают даже элементарно мульча и минеральное удобрение замечательно мульча будет поддерживать всю эту структуру минеральное удобрение давать все необходимое растение то есть дальше вы уже смотрите сами по своим возможностям по тому как вам удобно что покупать неудобно удобно что-то вносить либо неудобно то есть тут все на ваш выбор ну а на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды мои контакты до новых встреч